Каждые два слова о себе расскажут. Например, начнём с меню, чтобы было увереннее. Я Марат Авдеев, руководитель Сибирского центра медиации. Марина Юрьевна. У меня Марина. Медиатор. Надеюсь, практикующий по жизни, точно практикующий. Замечательно. Люблю учиться, люблю обучать, наверное, тоже. И верю в то, что мы делаем, это важно, это нужно, и это правильно. Вне всякого сомнения, Марина Юрьевна. Ну и Вы несколько слов о себе, Евгения, пожалуйста, если Вы не против. Добрый день ещё раз. Меня зовут комп Евгения Валентиновна. Я работаю в Новосибирском государственном университете экономики и управления, НГУ и У. Доцент, кандидат философских наук. Стараюсь расширять свои горизонты, так скажем, изучать что-то новое. Ну вот таким образом, да. У нас собрались здесь профессионалы своего дела. Давайте мы поговорим о таком незаменимом инструменте, который помогает создавать электронные книги. Тема презентации начинается у нас со слайда «Как создать электронную книгу с нуля?», как это принято говорить. На максимально широкую аудиторию рассчитано. И на учёных, и на предпринимателей. Потому что в наше время потенциал, связанный с интеллектуальной собственностью, трудно переоценить. Скажите, пожалуйста, все видят электронную презентацию, уважаемые коллеги? У нас, да? Да. Хорошо. Два слова об истории книгопечатания. Книгопечатания. Вот здесь такая веха отправная, как 15 век, станок Иоанна Гутенберга, который позволил создавать книги промышленным способом, выражаясь современным языком. Но, как я понимаю, Иван Печатник – это вот такое явление в России. А если заглянуть вглубь истории, то само название Библии происходит от слова «Библос». Как вы помните, да? «Библос» – это наименование города. Недалеко от Бейрута находится этот город современный, где впервые издавалась книга. Конечно, нельзя сравнить это с современными технологиями изготовления печатной продукции. Но, вместе с тем, давайте задумаемся над тем, как сильно, стремительно изменились технологии, и они позволили уместить все, что связано с печатью и распространением интеллектуального труда автора, буквально на одном столе. Сейчас мы в этом убедимся. Электронная эпоха. Следующий слайд, номер три. Я здесь коротко в вехе, еще раз наши напомню, нашего занятия. Замысел. Сначала рождается замысел электронной книги. Например, это будь какая-то философская проблема. В сфере медиации мы с Мариной Юрьевной уже неоднократно создавали книги, правда, в вордовском формате или в ПДФ формате, что сопряжено с определенными недостатками. Есть более удобный формат, например, ИПАП, который мы рассмотрим сегодня. После замысла, конечно, следует стадия поиска контента, позволяющего сделать эту книгу интересной и читаемой на мобильных устройствах. Потому что сейчас современная аудитория читателей преимущественно заходит в интернет с помощью мобильных устройств, в двух-третьих случаев и больше. Продолжение следует...